Продолжение следует... Моё сообщение будет направлено, наверное, прежде всего на тех, кто совершает только первые шаги в проведении интервенционных вмешательств под контролем этих систем. И, возможно, я внесу какую-то ясность относительно того, что же такие за системы и в чём их принципиальное различие. Потому что и то, и то называется компьютерной томографией. Но всё-таки хотелось бы отметить, что есть некоторые различия. Маленькая ремарка. Если на протяжении многого времени большинство каких-то интервенционных вмешательств проводилось под контролем ультразвукового метода, то последние два десятилетия, здесь всего лишь данные до 2011 года, я думаю, что эта кривая имеет тренд, направленный кверху, всё больше и больше вмешательств проводится под контролем компьютерной томографии. Но я вполне допускаю тот факт, что если бы мы на эту диаграмму добавили методику плоскодетекторной компьютерной томографии, то её наклон кверху был бы ещё более выражен, чем у КТ. Итак, вот на слайде представлены две рентген-операционные. В одной установлен компьютерный томограф, во второй ангиограф. Какая же разница в способе получения изображения? Уже Владимир Владимирович, в принципе, отмечал в своём первом докладе какие-то принципиальные моменты, но я с вашего разрешения ещё раз на каких-то пунктах остановлюсь. При выполнении компьютерной томографии трубка непрерывно вращается, блок детекторов, как правило, вращается также с противоположной стороны, и мы получаем серию аксиальных сканов, которые объединены в дальнейшем в какой-то единый блок, да, единую серию изображений. При плоскодетекторной компьютерной томографии пациент неподвижен, трубка и блок детекторов вращаются примерно на 200 градусов, совершая поворот, и мы получаем такой целый блок выполненного сканирования, целый блок плоскостных, по сути, изображений, которые в дальнейшем могут реконструироваться с получением томографических срезов. Схематично это можно представить так, да, что сначала на компьютерной томографии мы получили множество срезов, потом объединили их в единую какую-то конфигурацию, а на ПДКТ, соответственно, наоборот, сначала отсканировали эту общую область, а потом при необходимости проанализировали её по отдельным изображениям. С точки зрения принципа и детекторов, которые заложены в этих системах, компьютерная томография – это одномерные детекторы, в отличие от ПДКТ, где используются двухмерные многослойные, по сути, детекторы на основе тонком плёночного гидрированного аморфного кремния. Вот в КТ это одномерные детекторы, но в то же время детекторы – это очень узкой ширины, порядка 0,5-0,6 мм, и то название «спиральная компьютерная томография», вот это слово «спиральная» как раз-таки и определено количеством рядов детекторов, потому что слово «мультиспиральная компьютерная томография», вернее даже говорить не о мультиспиральной, а о мультидетекторной компьютерной томографии, потому что количество детекторов и определяет это слово «мульти». На сегодняшний день к этим мультиспиральным мультидетекторам, Там томографом относятся томографы с количеством рядов от 16 до 512, и количество этих рядов как раз-таки объясняет ту зону сканирования, которую можно получить за один оборот трубки. Что касается ПДКТ, то здесь изображение определяется размером матрицы детекторов, это, как правило, примерно 40 на 30 сантиметров. Необходимо помнить, что квантовая эффективность детекторов при ПДКТ несколько ниже, чем УКТ, и время после освещения у снисиллятора больше. Поэтому сам процесс сканирования занимает, в общем-то, больше времени. Ну, раз уж я заговорил о скорости, то необходимо отметить, что у компьютерной томографа скорость оборота трубки примерно 0,4 секунды, и за один оборот выполняется покрытие зоны от 4 до 16 сантиметров в зависимости от количества рядов детекторов. Компьютерная томография позволяет выполнить сканирование больших анатомических зон буквально за несколько секунд. Это важно, например, если мы в дальнейшем планируем искать какие-то послеоперационные осложнения, нам нужно быстро посмотреть изменения не только в зоне непосредственного воздействия, но и в каких-то более отдаленных местах. И выполняется очень быстрая постобработка данных практически в реальном времени, в отличие от ПДКТ, где все-таки реконструкция какое-то время занимает. Те же параметры, касаемые плоскодетекторной компьютерной томографии, на одно движение трубки это все-таки несколько секунд, зона покрытия примерно 18 сантиметров, от 3 до 5 секунд все это занимает, и это действительно большое время реконструкции, как я уже сказал. Важным фактором для качества изображения является рассеяние пучка рентгеновского излучения. Если мы говорим о компьютерной томографии, то коэффициент рассеивания, то есть отношение рассеянное излучение к падающему детектору достаточно низкое, 0,2. В то время как при ПДКТ это значение коэффициента рассеивания равно примерно 3. Это обуславливает как раз таки, что я буду отмечать в дальнейшем, то качество изображения и наличие артефактов на нем. По сути, при увеличении рядов детекторов в компьютерной томографических системах мы получаем, по сути, конусный луч. То есть мы за раз можем выполнить физика этого сканирования, уже начинает приближаться к конусному лучу. И дабы, с одной стороны, это ограничить, использовать такие специальные отсеивающие решетки, которые позволяют менять геометрию луча с конусного на тонкий луч. Но при ПДКТ это рассеяние обуславливает эти самые артефакты, но с ними тоже пытаются бороться, используя различные коррекционные алгоритмы, регулировку расстояния от объекта до детектора и различные отсеивающие решетки. Если мы говорим о пространственном разрешении, то здесь мы, прежде всего, говорим о размерах получаемого вокселя. Если для компьютерной томографии это примерно 600 на 600 нанометров, то при ПДКТ это значение значимо ниже, 200 на 200 на 200. Если мы все это перемножим, то поймем, что размеры вокселя при ПДКТ примерно в 25 раз меньше, чем при компьютерной томографии. Однако это не будет свидетельствовать о том, что качество пространственного разрешения в 25 раз при ПДКТ лучше, потому что здесь оно во многом лимитировано размытостью, получаемой в рентгеновском преобразователе и стремлением снизить дозу облучения и уменьшить время реконструкции. Поэтому все-таки, несмотря на то, что пространственное разрешение очевидно при ПДКТ выше, но не настолько, как потенциально заявлено. Но в то же время контрастность изображения при компьютерной томографии выше. Есть сопоставление относительно того, какие объекты мы можем различать, и для компьютерной томографии считается, что эта разница составляет 3 единицы Хансфилда. То есть такую разницу в рентгеновской плотности компьютерной томографии может ловить, а при ПДКТ соответствующее значение равняется примерно 5. Ну и менее выраженные артефакты при ПДКТ движения, так как сам процесс ПДКТ занимает больше времени, то и качество изображения и выраженность артефактов при данной технологии несколько больше. Хочется отметить, сказать пару слов про лучевую нагрузку. Ну, первое, на что хочется прийти внимание, что дозы облучения прямым образом не сопоставимы при КТ и плоскодетекторной томографии. Почему? Потому что, во-первых, нет эквивалента по качеству изображения. Ну, как я уже отметил, что само качество изображения различное, да, и поэтому прямую сопоставить одно изображение с другим бывает достаточно проблематично. Значимая вариабельность зон сканирования при КТ. Ну, не секрет, что когда на этапах разметки чаще всего врач-интернационный радиолог или лаборант, который сидит за пультом компьютера томографа, сканирует достаточно большую анатомическую зону. Если мы говорим о образовании легкого, то, как правило, это от верхушки до синусов, в то время, конечно же, что нам не всегда это соответствует той зоне интересов, в которой мы планируем работать. Все это находит свое отражение на том величине лучевой нагрузки, которое будет получено в дальнейшем. Кроме того, индексы, вот индекс дозы и произведение дозы на длинные дозы, те характеристики, которые мы получаем при выполнении компьютерной томографии, неприменимы к геометрии коносного луча и поэтому в прямую не могут быть сопоставлены с соответствующими значениями при ПДКТ. Кроме того, в зависимости от того, где находится трубка и где расположен детектор, лучевая нагрузка на критичные зоны, облучение может быть различным при ПДКТ. Если луч направлен спереди, например, в области щитовидной железы, то, несомненно, это влияние будет больше, нежели он будет направлен откуда-то сзади или сбоку. Подытожив, попробуем сравнить эти две технологии. Если мы говорим о требованиях к системе визуализации при интервенционных процедурах, какие для нас основные параметры, которые являются для нас краеугольными? Во-первых, это доступность технологий, отсутствие пространственных ограничений для манипуляций, контроль в режиме реального времени, возможно свободное манипулирование вдоль всех осей, высокая контрастность, высокое пространственное разрешение, отсутствие артефактов на изображении, высокая скорость получения изображения, большой полеобзора и низкая лучевая нагрузка. Мы быстро пробежим по этим характеристикам. Если мы говорим о доступности технологий, то надо понимать, что на сегодняшний день, конечно же, количество компьютерных томографов в стране значимо превосходит количество ангиографов, где мы можем использовать функцию ПДКТ. Компьютерные томографы ставят в большинстве медицинских стационарах и при желании, конечно, их можно использовать, в том числе и для проведения интервенционных процедур, несмотря на зачастую их загруженность именно для какой-то классической КТ-диагностики. Но, тем не менее, при выделении соответствующего времени всегда можно выполнить, например, какую-то процедуру биопсии или дренирования и так далее. Пространственные ограничения для хирургических вмешательств тут, несомненно, ПДКТ выигрывает, потому что область манипуляции при компьютерной томографии ограничена пространством апертуры гентри. Как правило, это 70 сантиметров, но при использовании бигборд-томографов это 90 сантиметров. Поэтому, конечно же, работа интервенционного радиолога в апертуре бывает сложной при больших размерах антропометрических характеристиках тела человека. Кроме того, есть и влияние самого окружения. Если томограф сам по себе занимает места много, а помещения не всегда большие, и бывает сложно установить какое-то дополнительное оборудование вблизи компьютерного томографа, это тоже накладывает свои ограничения. Контроль в режиме реального времени. Что, если мы говорим о компьютерной томографии? То действительно, как уже было отмечено, возможны разные варианты выполнения интервенции под контролем КТ. Это и последовательный режим, когда мы шаг за шагом продвигаем инструмент, периодически выполняя соответствующее сканирование с контролем положения иглы. Это режим КТ флюороскопии, когда врач непосредственно находится около томографа, подает напряжение на рентгенскую трубку, нажимая педаль и получая изображение на дополнительном экране, где он, как правило, видит три изображения центральных, каудальных и краниальных, ориентируясь на них, понимая, куда у него происходит уклонение иглы. И третий вариант выполнения интервенции под контролем компьютерной томографии – это применение различных роботических или навигационных систем. При ПДКТ установка инструмента также возможна в режиме реального времени, но мы получаем, как правило, уже суммационное рентгеновское изображение, и по траекториям луча можем корректировать направление иглы в соответствии с ранее выставленной траекторией. Вот тут изображение, происходит манипуляция под режим КТ-флюороскопии, врача диафрегенозащитную одежду, находится непосредственно около апертуры и, конечно же, попадает в зону рентгеновского воздействия. Как вариант просто представлено, что три изображения получаются, наверху центральные, внизу краниальные и каудальные, и ориентируясь на них, выполняется вмешательство. При ПДКТ мы имеем точку вкола и, ориентируясь, выставляя соответствующим образом углу, можем провести ее по заданному изначально варианту. Несомненным глобальным преимуществом плоскодетекторной компьютерной томографии является возможность манипулирования вдоль всех осей, чего крайне не хватает в этом плане компьютерной томографии. Конечно, при КТ есть некоторые возможности компенсировать этот недостаток. Каковы они? Во-первых, мы имеем возможность все-таки наклонить гентри. Многие люди, которые занимаются компьютерной томографией, не совсем понимают, зачем данная возможность предусмотрена. Наклоны гентри как раз такие, в том числе для проведения интервенционных процедур. Мы можем получить небольшой угол отклонения, порядка 20 градусов. И если его будет достаточно, то выставить трек в соответствии с данным углом. И второй вариант, тоже уже из озвученных, это применение различных роботических систем. Здесь представлен один из вариантов такой системы, которая есть у нас, которая позволяет, предварительно выполнив компьютерное томографическое сканирование, далее передать серию изображений на этого робота и сформировать нужное направление ведения иглы. Далее, этот манипулятор выставляет свою руку, манипулятор на поверхности тела человека, создавая определенный угол, да, и уже вылезет игла по заданной траектории. Вот на изображении представлено выполнение биопсии образования надпочечника. Видно, что если мы пойдем в аксиальном направлении, то мы, несомненно, попадем через легкую диафрагму, и что чревато возникновением пневматологуса. Здесь выполнено планирование на роботической системе, и иголка введена под большим углом к ногам, что позволяет избежать прохождения через синус. Высокая контрастность, да, то, что я уже говорил, при компьютерной томографии контрастность высокая. Это, в частности, связано с тем, что сканирование выполняется быстро, и не столь важны для нас артефакты от движения, и дифференциация мягких тканей, конечно, значительно выше. Но в то же время КТ уступает в пространственном разрешении. Видно, что на компьютерной томографии здесь печень выглядит достаточно однородно, а методика ПДКТ позволяет обнаружить множество каких-то изменений в печени, и не всегда даже бывает понятным, что в конечном счете это такое. Отсутствие артефактов на изображении, тоже два изображения, это разные пациенты, но тем не менее, чтобы принцип понять, да, всегда на ПДКТ мы увидим какие-то штрихи или кружки, которые иногда в отдельных случаях могут затруднять визуализацию. Поэтому на компьютерной томографии, как правило, такого нет, если только не попадают в зону сканирования какие-то металлические элементы от игла, от зондов, от антенн, которые это качество изображения ухудшают. Высокая скорость получения изображения, на этом мы уже останавливались, при КТ она, несомненно, выше. Большое поле обзора, это тоже то, о чем я говорил, что при компьютерной томографии мы выполняем аксиальное сканирование какого-то целого сегмента тела человека, достаточно большой скоростью, но при ПДКТ мы все-таки ограничены областью матрицы детекторов. Лучевая нагрузка, каким образом, если поставил примерно в сравнении на одну ступень КТ и ПДКТ, почему? Потому что при компьютерной томографии мы на самом деле можем значительно выраженность этой лучевой нагрузки изменять. Каким образом это сделать? Можно использовать низкодозовый протокол на этапах планирования и контроля осложнений, можно повышать свои собственные навыки, то есть выполнение введения иглы за меньшее количество контрольных сканирований и ограничивать зону визуализации только тем, что нам действительно интересно, тогда при компьютерной томографии на дозах при интервенционных вмешательствах будет невысока. Подводя такое краткое резюме, хочется отметить, что да, выбор технологий визуализации определяется особенностями конкретного учреждения, особенностями конкретного клинического случая, это и на это влияет и доступность оборудования в конкретном, в конкретном медицинском заведении, его загрузка, подготовленность персонала, личный опыт, предпочтение, поэтому я думаю, что ни одна из технологий другую не вытеснит. Однако, надо помнить, что как компьютерная томография, так и плоскодетекторная компьютерная томография обладает своими преимуществами и недостатками, и, конечно же, эти преимущества и недостатки следует использовать. Ну и перспективно представляется, конечно, применение гибридных систем, которые совмещают в себе функцию как КТ, так и ПДКТ. Спасибо. Спасибо.